Это Realme C33, это самый доступный на момент старта продаж Android смартфон на который я делаю обзор. В этом видео попробуем ответить на вопрос, жизнеспособны ли устройства до 10000 российских рублей это около 150 долларов или лучше доплатить и поискать что-нибудь другое. Realme C33 это фаблет и это преимущество для данного класса устройств. Диагональ 60 герцовой IPS матрицы 6,5 дюйма. Почему преимущество, ведь фаблеты неудобны для использования в одной руке, потому что это большой дисплей и он вам и планшет частично заменит и навигатор в автомобиле. А вот разрешение и соответственно плотность пикселей низкая 270 ppi, а это означает что вы будете видеть сетку пикселей. При просмотре веб страниц или чтении текста это не ощущается, но вот при просмотре роликов или даже статической картинки на рабочем столе очень сильно бросается в глаза. Яркость тоже невысокая 400 нит, для помещений этого достаточно с запасом. На улицу не в солнечной погоде, при максимальной яркости дисплей воспринимать информацию комфортно, но вот если будет солнце или вы будете в солнцезащитных очках, то с этим уже есть сложности. Углы обзора хорошие, при отклонении дисплея цвета не искажаются, только вот уровень яркости падает. Учтите что стекло которое прикрывает дисплей не имеет олеофобного покрытия, а это означает что и разводы остаются и убирать их тяжелее и влага не скатывается. Так что настоятельно рекомендую приобрести защитное стекло или пленку с хорошей олеофобкой. Снизу есть классический подбородок, сверху рамка толще чем на боковых гранях. В настройках можно активировать загорание дисплея по двойному тапу или при поднятии смартфона со стола. Корпус симпатичный, строгий, пластиковый, тыльная крышка выполнена под стекло, сборка отличная, рамка практичная, матовая, тыльная часть глянцевая, не очень практичная, хорошо собирает отпечатки пальцев. Смартфон цепко держится в руке и покупать защитный кейс не обязательно. Цвета золотой как у нас, есть еще бирюзовый и черный. Отмечу небольшой вес смартфона всего 187 грамм, что для своих габаритов это просто отличный показатель. Под большим пальцем располагается кнопка питания со встроенным дактилоскопическим датчиком. Понравилось то что нет ложных срабатываний когда ты прикасаешься случайно другим пальцем к дактилоскопическому датчику например когда достаешь смартфон из кармана. Сам сканер работает очень быстро и практически безошибочно. Если просто прикасаться смартфон разблокируется но с задержкой в пару секунд, а если еще и нажимать на кнопку то мгновенно. Не в каждом флагмане есть настолько простое, функциональное и удобное решение. Также есть разблокировка по лицу, здесь все как у всех. Днем разблокируют очень хорошо и быстро, в ночных условиях никак. Из проводных интерфейсов 3.5мм аудиоджек, что актуально для такого класса устройств. Для зарядки microUSB 2.0 и это архаизм, от которого стоило давно избавиться. Слот полноценный для двух симкарт и microSD карты, что особенно актуально для младшей модели как у нас на обзоре, в которой накопитель UFS 2.2 на 64 гигабайта, из которых доступно будет около 50. Скорость чтения и записи на экране, из беспроводных интерфейсов Wi-Fi 4х2 и 4 ГГц, Bluetooth 5.2 и, что самое интересно, NFC модуль, что вообще не заявлено в технических характеристиках на многих популярных сайтах-агрегаторах. У меня все учетки гугла привязаны к NFC ключам и вот вы можете видеть как идет процесс активации. Разговорный динамик не участвует в общей стереопаре с основным динамиком при воспроизведении мультимедиа. По производительности в новинке стоит бюджетный 12 нм Unisoc Tiger T612 с графикой Mali-J57 и 4 ГБ оперативной памяти в максимальной конфигурации. В Call of Duty Mobile выставив максимально возможные средние настройки графики, высокую частоту кадров и тени в реальном времени, в сетевом режиме играть неплохо, но в горячих сценах могут быть подтормаживания. Поставив низкие настройки графики все идет отлично с высоким фреймрейтом без просадок. PUBG Mobile на высоких настройках подлагивает в лобби при высадке и при езде на транспорте, а вот сбалансированные настройки с высокой частотой кадров, отключенным сглаживанием и без теней идут отлично. Играть комфортно, тормозов нет. Устройство хоть и нагревается выше среднего, но даже с максимальной яркостью проблем с перегревом и троттлингом нет. На борту установлен Android 12 с упрощенной оболочкой Realme UIS. При этом в ней есть все основные фичи вроде разделения экрана, воспроизведения видео окно в окне или виджетов на рабочем столе. Разве что возможности записи телефонных разговоров нет. Встроенный зарядный адаптер на 10 ватт заряжает смартфон долго. За первые полчаса всего 13%, а на полную зарядку уходит больше 4 часов. При этом время автономной работы отличное, здесь установлен аккумулятор на 5000 мАч и мне его хватало ровно на сутки даже с запасом 20-25% заряда аккумулятора. При этом он отрабатывал 8 часов работы экрана, в том числе и играл в игры. За 1 час игр уходит примерно 16% заряда. За 1 час воспроизведения видео на максимальной яркости при 60% громкости уходит 8% заряда аккумулятора. В комплекте поставки помимо зарядного адаптера есть USB-A на microUSB кабель. Ни защитной пленки, ни чехла нет, что свойственно для бюджетного сегмента. Блок камер состоит из ширика и вспомогательного сенсора на 0.3 Мп для создания программного боке в режиме портрет. Для начала я проверил работоспособность заявленного 50 мегапиксельного сенсора. Это отдельная опция, которая включается в дополнительных настройках. Снимки делаются порядка 3 секунд. Итоговое разрешение файла получается 6144 на 8160 точек. При этом если в обычном режиме 12,5 мп снимки весит в районе 6 мб, то 50 мп снимки в 3 раза больше в районе 18 мб. Я могу сказать, что это более чем рабочий режим, если вам необходимо получить большую фотографию для печать или например для того, чтобы замастить ее на рабочий стол компьютера. Резкость у снимков хорошая. Детали есть, разве что экспозиция на стоп темнее, но это не критично. Режим сугубо для хороших условий освещения. Фотографии на основной модуль получаются для своего класса неплохими. Баланс белый адекватный, детали видно, снимки делаются быстро, от чего вероятность смаза практически отсутствует. Разве что над механизмом шумоподавления поработать не мешало бы. При приближении очень заметно. Кстати, второй сенсор для портретного режима не фикция. Перед фотографированием можно выбрать программную диафрагму, которая повлияет на степень размытия. Алгоритмы обрабатывают фотографию около 5 секунд, прежде чем ее получится открыть. И блюр действительно получается неплохой. Границы четкие и даже со сложными местами вроде волос алгоритмы справляются для своего класса достойно. Единственное, где стоит избегать применения режима, когда есть большая разбежка по светам на фоне и фокусируемом объекте. Механизм HDR в таком случае не работает. И может быть пересвет. В штатном приложении камера есть ночной режим на длинной выдержке. Спрятался он в разделе больше. Для начала я хотел проверить, как лучше, с ним или без него. И я могу сказать, что Realme C33 отлично справляется без него. И снимки получаются мгновенно, и качество не уступает, и резкость выше. В общем режим ночь использовать не рекомендую. Стандартное обрабатывает лучше. От ночных фотографий данного сегмента смартфонов обычно ничего не ждешь. На удивление Realme делает вполне себе неплохие пусть и технические фотографии. Если повысить резкость, подкорректировать баланс белого и применить шумодав в сторонних приложениях, можно даже запостить фотку в социальную сеть. Главное хватает цвета. Фронталка выполнена в виде капли. Несмотря на небольшое количество мегапикселей, фотография получается с достойной детализацией, резкостью и хорошим балансом белого, разве что само полотно небольшого размера. Портретный режим с программным боке фотографируют уже хуже, чем на основной модуль, в соответствующем режиме, и также без HDR. Фронталка ночью снимает неудовлетворительно. Низкое разрешение, отсутствие деталей, неправильный баланс белого, большое количество шумов. Ночного режима нет. Что имеем в итоге? С одной стороны в смартфоне немало недостатков. Невысокая плотность пикселей на дю, microUSB интерфейс, отсутствие стереопары, но с другой стороны здесь большой дисплей, легкий, качественный и современный корпус, адекватная камера для своего ценового сегмента, есть NFC модуль, в игры даже можно поиграть. А какой вы выбрали бы спортфон до 10 тысяч российских рублей обязательно пишите в комментариях к этому видео. А на этом все, с вами был Вадим Ищенко на ютуб канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок